Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! Восьмое, сегодня восьмой день месяца Элуль. Многие думали, что сегодня 16 августа, но это не совсем так. То есть сегодня и 16 августа, и 8 элуля. И мы продолжаем изучать Тору. И мы сейчас изучаем Тору по системе, которую очень-очень рекомендовал изучать предыдущие любавчиские рэбы. Именно каждый день изучать по чуть-чуть из недельной главы с Раши кусочек. Раши это комментатор такой был, очень великий. Второе, изучать чуть-чуть из пни детания. Это как работает душа, такие глубокие-глубокие вещи. И третье, псалмы. Это как бы основа. И вот сегодня в недельной главе, мы сейчас находимся в недельной главе, «Ки-Ти-Це-Ле-Милхама», «Когда ты выйдешь на войну Аль-Ой-Вэха», «На твоих врагов», так называется глава. И мы закончили уже вчера с первыми тремя очень важными отрывками, без которых непонятно следующее. То есть все в этом мире нужно рассматривать, все в этом мире нужно рассматривать, как есть причина следственной связи. И вот если мы посмотрим, как разворачивалась недельная глава, да, «Когда ты выйдешь на войну, видишь женщину красивого вида, возьмешь ее в жены, родятся у тебя два сына. Один будет от любимой жены, другой от нелюбимой. Ты не можешь, все должно быть честно, если старший сын от нелюбимой, но он старше, ему, значит, двойную ты должен дать дозу наследства. Значит, потом, следующий идет отрывок. А если родится ребенок, он будет обжора, пьяница, вор, так что с ним делать? Родители должны его отвезти в суд, и суд его постановляет убить, и соберется, забьют его камнями. Соберется весь народ, и, значит, забьют его камнями. И написано «Добрый Всевышний», он его говорит «И увидят все, и убери зло из народа Израиля». Очень странно, очень странно. Но мы разобрали, что такого наказания никогда не было, потому что невозможно выполнить все условия, при которых это наказание можно дать. Не бывает такого, чтобы и папа, и мама, и ребенку 12, только ровно 12,5 лет, не 13, не 12. И чтобы он именно воровал деньги, и покупал на них не кошерное мясо, и не кошерное вино, и выпивал это там даже вот так вот с залпом, он должен сразу бутылку выпить, и мясо этого съесть кусок. То есть, ну, это нереально. Но зачем нам Тора это показала? Именно, чтобы показать причину следственной связи, чтобы мы учились и понимали. А сейчас идет продолжение этого. Написано так, что если будет на ком-либо грех, написано так. Если будет на человеке грех, значит, смертный грех, который по закону, который Всевышний установил, он требует смертной казни. Написано, умершлен будет такой человек, его надо убить, если он сделал что-то, за что смертная казнь. Умышленное убийство, там, изнасилование, какой-нибудь там ребенка, не дай бог. Ну, то есть, вообще, страшные вещи, за все смертная казнь. Если он сделал этот грех, то есть, он не должен жить. Даже Всевышний сказал, от жертвенника моего забери его, потому что, должна быть, этот мир должен идти по справедливости, по честности. Теперь написано, повесишь, когда ты его убьешь, повесишь его на дереве. Значит, повесишь его на дереве, зачем, зачем его вешать на дереве? Дальше продолжает следующий отрывок. Не оставь на ночь трупа его на дереве, но его похорони в тот же день, потому что осквернение Бога повешенный. И не оскверняй землю свою, которую Господь Бог дал тебе в удел. То есть, если не наказать его, не казнить его, то это осквернение имени Всевышнего, это несправедливость, это нечестно. Если его не казнить, это нечестно. Если его казнить и потом дать ему наказание еще больше, чем надо, то есть, его повесили до вечера, все, после этого надо похоронить. То есть, Всевышний, он хочет добра всем, но теперь вся наша жизнь, это борьба между добром и злом. И в этой борьбе как раз есть свобода выбора. Теперь смотрите, что дальше. Вот следующая заповедь идет в недельной главе. Следующая заповедь, она вдруг переходит из таких, ну, очень базисных, основополагающих моментов, что зло должно быть наказанное, оно должно быть наказано именно адекватно тому, что он сделал. То есть, ни больше, ни меньше, нельзя быть милосердным над... Давайте будем милосердны над маньяком, может сказать какой-нибудь человек. Пускай, ну что он маньяк, но он же маньяк. А если этот маньяк потом выйдет, еще 10 человек убьет. Так это называется не милосердие, это называется жестокость. Теперь, если этого маньяка на кусочке резать, резать его на кусочке меленький и через мясорубку пропускать, то это слишком, да, то есть, это будет, может, несоответствие. Всевышний точно установил, вот закон, вот наказание, которое зачем повесить на дереве. Всевышний же не хочет, чтобы другие делали наказание, такие грехи. Он хочет, чтобы мы, наоборот, читали и учились, чтобы мы не учились на своем примере, а чтобы мы увидели все его, да, сказали, вот, вот такое бывает за преступления против Всевышнего и людей. Не надо грешить. И человек будет бояться и не согрешит. Дальше переходит Тора к моменту следующему. Не должен ты, видя быка твоего брата или его ягненка, отбившихся, которые потерялись, устраниться от них. Возврати должен ты их брату твоему. То есть, дальше Тора переходит к вещи, которые, казалось бы, не связаны. Как? Тут шло про убийство, про смертную казнь. Тут потерялся у кого-то ягненочек. И ты не можешь сказать, да, какая разница мне вот этот ягненочек, у кого он потерялся, как потерялся. Еще я буду возиться, этого ягненка искать. То есть, он же не мой, украсть я его не могу, это чужой ягненок. А взять его, чтобы тратить свое время и тратить свою жизнь на то, чтобы этого ягненка вернуть хозяину, я не хочу. Всевышний говорит, нет, так ты не должен поступать. Ты должен быть добрый. Нельзя, написано, устраниться, отвернуться, чтобы не отводить глаза от него. Значит, а если ты не знаешь этого человека, чей ягненок, то нужно взять его в свой дом. И будет оно у тебя, пока твой брат не потребует его. И ты возвратишь ему. Разве, значит, когда человек приходит и говорит, я слышал, тут у вас дом ягненка нашли. Это мой. Ты не можешь отдать каждому встречному ягненка. Нужно его спросить, а какой это ягненок? Какой цвет его? То есть, нужно, чтобы человек сказал его признать, и чтобы он не забрал чужого ягненка. Ну и так далее. То есть, я сейчас здесь чуть-чуть перехожу дальше. Дальше еще много разных законов, которые, вот, например, есть закон такой интересный, как раз вот сегодня. Да не будет мужского предмета одежды на женщине. И не наденет мужчина женского платья. Ибо отвратителен Богу, Господу твоему, всякий делающий это. Прямо так написано. Не будет одежды мужчины на женщине. И не наденет мужчина платье женское. Мерзость для Бога Всесильного твоего, каждый делающий это. Представляете? Все. Человек может сказать. Не, ну что это такое вообще? Что это за... Какая Богу разница? Есть разница. Всевышний как-то мир сделал. Когда он делал мир, он почему-то сделал мужчин, сделал женщин. Почему-то Всевышний сделал две руки и десять пальцев. Почему-то Всевышний запрограммировал и создал этот мир, что все живое размножается через соединение женского и мужского начала. И почему-то Всевышний захотел, чтобы это осталось именно так. То есть, если бы он хотел по-другому, он бы сделал по-другому. Он бы сделал нас такими как головастиками, и мы бы этим почкованием каким-нибудь размножались. Он бы так и сделал. Но Всевышний сделал так, как он захотел. И мы можем, что-то мы можем менять. Он нам сказал, сказал вообще, делай что хочешь, рисуй, рисуй сколько всего хочешь. Одевать ты не можешь, то есть ты не можешь менять. Хорошо. Теперь, значит, вот это недельная глава. Теперь, значит, есть в псалмах, сегодня мы читаем 44-й псалом до 49-го. Опять псалмов из псалмов царя Давида. И начинается первый псалом. Первый псалом называется «Наставление от сынов Кораха». Значит, вы, наверное, помните эту историю в предыдущих недельных главах. Когда двоюродный брат Моше Рабейну Корах, его звали по имени Корах, он восстание устроил на Моше Рабейну. Он говорит, Моше, я, говорит, не верю, что это Всевышний сказал сделать первосвященником Аарона. Мы все святые, все стояли на горе Синаи. И, значит, я, говорит, считаю, что то, что ты говоришь, кого назначить первосвященником, кого нет. И другие разные вещи. Есть предание, что он пришел к Моше Рабейну и говорит, вот написано, вплетайте в кисть цит голубую нить, чтобы, увидев ее, вспомните все заповеди Бога. Он говорит, а если все кисти синие, и вообще у меня весь столик синий, я весь в синем. Он говорит, мне что, надо еще синюю нить делать. Или там, вешай мизузу, слова эти, слова Торы. Мизуза – это отрывок из Торы, который вешается на косяках двери дома. Он говорит, а если у меня в квартире, у меня вся квартира полная с эфирторами, книгами Торы, свитками Торы. Я что, должен мизузу вешать? Это, говорит, смешно. Моше Рабейну говорит, это не смешно, это Бог так сказал, вот так он сказал. Все, наша задача – это соединиться с Богом через его слова, его постановления, его заповеди и через ненарушение его запретов. Он говорит, все, Бог так сказал, мы так будем делать. Моше Рабейну сказал, пускай тогда, если ты считаешь, что я говорю не от Бога, пускай Бог между нами рассудит. И он сказал, чтобы завтра Корах и те 250 человек, которые с ним пришли с совочками, на нем было воскурение. И Аарон, первосвященник, тоже с совочком на нем воскурение. И чью жертву Бог возьмет, тот и первосвящение. В общем, Всевышний, как мы знаем, сделал так, что разверглась земля, прям земля под Корахом и всем его сообществом, и все провалились живые под землю. Кроме трех сыновей Кораха, представляете? Три сына Кораха, которые были его сыновья, которые вместе с ним были в этой, во всей истории, зачинщиками. В последний момент они сказали, Моше Эмет, Моше истина, в эту рату Эмет, они сказали, мы поняли, что все-таки Моше Рабейну, Моше, великий учитель, пророк, он истина. И его Тора, которого он нам говорит, это то, что именно то, что он получил от Всевышнего. И когда все провалились, они остались. И мало того, что они остались, ведь это вот это событие, когда земля разверзла, открылась земля и так далее. Это было событие, которое было запрограммировано, когда заканчивались шесть дней творения, когда Бог создавал всю структуру мироздания. И до начала шаббата, шаббат это когда Всевышний создал ту реальность, которая называется шаббат, остановка творения. Это как душа мира, суббота это как душа мира. Вот в этот момент, когда Бенаш Машот, когда сумерти, когда это уже не день, это уже не шесть дней творения. Но это еще и не шаббат, это не другая реальность. В этот момент были созданы несколько вещей, которые в дальнейшем они являлись проявлением вот этой вот высшей духовной реальности, которую мы называем Бог, которая творит создатель, создатель мироздания. И как раз вот это было, когда земля разверзлась, это было один из этих моментов проявления вот этой высшей духовной реальности, которую мы называем Бог. И когда они эти сыновья Короха Троя, когда они в последний момент сделали то, что называется тшува раскаяния, когда они сделали раскаяние, в этот момент им открылось такое пророчество, которое они потом, как раз псалмы, которые начинаются словами сыновей Короха наставления, то они начали от Всевышнего говорить все эти вещи, которые потом царь Давид, он тоже в пророчестве, он их получил, и значит он нам их передал в псалмах. Я опять же, к каждому уроку прилагается все, что я рассказываю, подробно именно первоисточники. Я рассказываю свое впечатление, я с утра до урока это все, я слушаю аудио, и то, что я вам рассказываю, это мои личные впечатления с того, что я выучил. Но я вам очень советую получить, знаете как, знание первоисточника, потому что, когда я рассказываю, это еще раз повторюсь, что я точно так же, как вы, учу Тору, и то, что я вам рассказываю, я просто делюсь своим пониманием. Теперь дальше. Третья часть, то, что входит в хитас, это Тания. И сегодняшний урок в Тане, он был посвящен интересной вещи, которая говорит о том, что есть две противоположности. Всевышний, когда сотворял мир, он сделал две как бы противоположные силы. Одна из них называется хесед, милосердие. То есть хесед, это когда ты, Всевышний дает, вот это вот давание добра, любви добра без ограничений, без причины. Просто он дает всем, всему миру он дает существование, тем, кто верит в него, тем, кто не верит в него, тем, кто идет против него, тем, кто вообще о нем не знает, собачкам, кошечкам, птичкам, комарикам, там, атомам. Он дает, это хесед. Теперь, такое безграничное давание. Второе качество называется гвура. Гвура на русский переводят ее как, возьмем так, лучше, чтобы проще было, дин. Дин, это суд. Суд, это жесткие правила, по которым существует вся эта реальность. То есть есть абсолютно жесткие установленные законы взаимодействия всего в этом мире, и это обеспечивает структуру мироздания. То есть хесед, это энергия, которая жизнь, сущность мироздания, а дин, это структура мироздания. Теперь вот эти две вещи, они находятся, это две противоположные энергии. Как там китайцы называют, я не знаю точно, что это значит, но знаете, есть такой знак, у них кругленький такой знак, черное и белое, и внутри белого черное, и ньянь это называется, да. Черная точечка, внутри черного белая точечка. То есть эти две силы, они в мире смешаны. И они смешаны в человеке, и они смешаны во всей природе, во всем мироздании смешаны вот эти две противоположные силы. Теперь говорит всевышний, говорит в книге Тани Адмор-Закен, что есть такое понятие, как дздака. Дздака переводят его как милосердие, да, когда дают деньги бедным, например, когда помогают, это называется словом дздака. Но дздака, оно же переводится справедливость. И дздака это справедливость. Так, секундочку, как дздака? Дздака это милосердие или дздака это справедливость? И он говорит, и в Торе огромное внимание уделяется вот этой дздате, которая называется дздака делает шалом, дздака спасает от смерти, дздака оживляет. То есть дздака это отменяет какие-то приговоры. Почему такая огромная сила в дздате? И он сегодня объяснил, что есть такое понятие еще, как есть дин, это суд, есть хесет, это милость, а есть рахамим, милосердие. Что такое милосердие? Почему дздака, она является тем, что соединяет и делает шалом. То есть получается, что дздака, она как Всевышний, он во Всевышнем есть все, он объединяет все это, то есть это потом расходится на какие-то там детали. А Всевышний, он един, один, в нем есть все. И он выше всего, скажем так, то есть в нем нет никакого разделения. А потом идет дздака. Например, кому дают дздаку? Вот идет человек. Значит, идет человек, просит деньги. Второй ему дает деньги. С одной стороны, он оказывает ему милосердие. С другой стороны, он ему должен помочь. Почему? Потому что Всевышний так задумал, чтобы когда Бог дает каждому из нас какие-то деньги, то он в этих деньгах и в этом добре, который он дает каждому из нас, предусматривает, что мы часть из этого должны передать другим людям. Это как бы предусмотрено. Поэтому, когда человек делает кому-то добро, это не то, что он делает прям добро. Он должен сделать это добро. Это предусмотрено системой. То есть, когда человек делает дздаку, то с одной стороны он восстанавливает справедливость, с другой стороны он делает добро. И это то, как раз, где соединяются вот эти два качества, дин, суд и хэсет, безграничное милосердие, без причины. И я вот сегодня думал, насколько это системно, красиво. И вспомнил одну историю. Напоследок я расскажу одну очень короткую историю. Значит, было в Иерусалиме где-то около ста лет назад, было два богатых человека, которые помогали очень сильно бедным. Они строили дома, чтобы бедным было где жить. Тогда евреи как раз началась первая алия, там, 1900 какой-то год. Сюда приезжали. Как раз барон Ротшильд тут целый построил город Монти-Сори. Был такой, не Монти-Сори, Монти-Феори. Был такой очень тоже известный еврей, богатый из Англии, по-моему. И было в Иерусалиме два еврея, которые были очень богатые. Они делали больше всех хэсета, милосердия. Строили они дома. И один из них, потом они как-то встретились. И один другому говорит, говорит, вы знаете, говорит, вот вы очень делаете много добрых дел. Может, вы даже больше делаете добрых дел, чем я. То есть вы больше, чем я, помогаете, явно. Но говорит, я уверен, что награда на небе у меня выше. Тот говорит, а почему ты так уверен, что у тебя награда на небе выше? Он говорит, вы понимаете, вы когда помогаете, вы же очень добрый человек. Вот я вижу, у вас прям глаза сияют, вы такой радостный. Когда вы помогаете, то вы помогаете от чистого сердца, вам нравится помогать. Вы хотите помогать, и вы получаете огромное удовольствие. Вы прям ищете, кому помочь. А я, говорит, по природе своей, я, наоборот, я очень другой человек. Я очень вижу во всех недостатки, вижу, как все недоделывают все. И я помогаю, потому что Всевышний сказал помогать. И каждый раз, я когда выполняю эту заповедь, то я чувствую, я себе как будто бы палец отрезаю. Каждый раз. Но я понимаю при этом, что я должен это делать. Это правильно. Это сказал Всевышний. Это добро. А мы знаем, что чем больше страдания при выполнении заповедей, тем больше награда. Поэтому он говорит, я думаю, что у меня награда на небе больше. Так работает СДК. То есть в ней соединяются противоположности. В ней соединяются вот эти вот вещи, которые, казалось бы, они идут противоречия. Но на каком-то уровне все соединяется. На каком-то уровне уходят противоречия. И там, где есть Всевышний, есть только одно целое, как свет, любовь и Всевышний. Все, дорогие друзья. Чтобы дальше вы можете перейти по ссылочке, прочитать. Тут есть с переводом на русский целая книжечка на эту неделю, где все разбито по дням. Есть там и мировоззрение. Ну, есть намного больше. То есть я считаю, что каждый день можно выделить. И нужно полчаса, час, утречком, вечером почитать. И вот эта хита с книга, которую издали наши партнеры. Эстейл, есть такой фонд. Очень хорошие, добрые люди. Значит, они молодцы. Мы, значит, ее как раз вы тоже можете ее почитать. Все, друзья. Удачи, успехов. Ктивавы, хотим от вас, чтобы вас записали и запечатали в хорошей книге. Чтобы Всевышний показывал нам всем милосердие. Чтобы шел с нами. Лифни, мишурат один это. Чтобы шел с нами не по суду, не по букве закона. А мы все хотим, чтобы Всевышний смотрел на нас очень помягче. Помягче. Как-то так на что-то закрывал глаза. И мы очень спокойно в этом месяце можем как раз использовать закон мироздания. Мера, по которой человек меряет, меряет ему с неба. Чтобы мы были как к окружающим в этом месяце. И дальше, скорее всего, очень внимательные. Такие прям внимательные, внимательные. Все, ктивавы, хотим от того. Всем хорошего дня.